всем привет друзья с вами я же как ул и сегодня этот выпуск снова про фингербординг когда я снимал для вас последние выпуски про фингерборд и вообще про фингербординг мне прям загорелось купить себе новый фингерборд и как вы можете видеть вот у меня новый фингерборд от turbo мы его сегодня с вами вместе распакуем и мы сегодня конечно же закатнем на нем сравним этот фингерборд turbo со старым фингербордом чем они различаются и сегодня мы еще с вами сделаем одну фигуру для фингерборда у меня одна уже есть я ее сделал это рел сегодня вам расскажу как я его сделал и как вы можете его сделать а также мы будем делать сегодня грань гробик чтобы по ней скользить я вам покажу что это несложно что вы сами можете это сделать и давайте не будем медлить и начнем с распаковки новенького фингерборда итак друзья мы имеем вот такую коробочку стиля ретро от молока раньше молоко продавалось таких коробках тут написано вы держите в руках профессиональный фингерборд от российского бренда turbo на базе отличные деки серии p10 p10 это ширина доски мой фингерборд от turbo p9 он вроде как шире чем вот этот фингерборд который только что приобрел но это мы сейчас с вами сравним ширина доски которая дружу в руках 30 миллиметров она с графикой ведущих отечественных скейт брендов фингер скейт укомплектован цветными подвесками с мягкими бушингами колесами с подшипниками шкуркой и инструментом для настройки подвесок кстати про настройку подвесок я сделаю потом отдельное видео но это будет касаться скейтбординга уже но в принципе фингербординга тоже вот давайте его откроем так вот я достал шкурку кстати я ни разу не катался на вот такой вот шкурки я всегда катался на шкурках как на таких же шкурках как на скейтборде то есть вот шершавый прям наждак вот он у меня тут прозрачный мне недавно в комментариях спросили типа ты без шкурки угораешь я угораю не без шкурки я катаюсь со шкуркой вот она она у меня просто прозрачная вот я даже не знаю как что это такое это наверное даже не резина потому что я думал что в новых фингербордах резиновые шкурки но нет это что-то другое похоже на какую-то ткань главное чтобы цепляло и можно было кататься так у нас есть отвертка с ключом и сам фингерборд давайте посмотрим поближе вот такой вот рисунок как верх ногами показал такой рисунок это копейка жигули вот решил выбрать именно этот фингер потому что мне нравится жигули и мне показался этот рисунок самый крутой вот колеса тут прозрачные доска лакирована и пахнет вкусно лаком естественно траки могут двигаться так как они реально на мягких бушингах но мы сейчас их настроим колеса тут прозрачные и что самое удивительное для меня лично что они с подшипниками это просто офигеть фингерборд с подшипниками это конечно ну круто реально потому что мое время когда я увлекался прям яро фингербордингом не было колес подшипниками были вот такие вот обычные траки с обычными колесами кстати вот давайте-ка все-таки сравним два фингерборда новый и старый фингерборд и так смотрите значит траки 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 такие же вот но у старого фингерборда бушинги крепкие то есть они не мягкие они такие плотные у нового они мягкие и у нового кстати даже есть шайбочки как в настоящих траках на фиге на скейтборде вот тут вот шайбочки которые сверху держат эти бушинги тут такого нету и у меня даже из-за этого из-за того что тут нету шайбочек на старом фингерборде треснул треснул бушинг вот вот тут вот и что значит естественно мы имеем подшипники на новом фингерборде на старом мы их не имеем и кстати по размеру они очень похожи по ширине я думаю что все таки я ошибся и вот p9 это уже чем по 10 потому что по 10 ну как бы если логически рассуждать то по 9 меньше по 10 больше ну и вот соответственно по 10 пошли вот давайте наклеим шкурку на новенький фингерборд и попробуем на нем сделать несколько трюков так но в общем обрезал я шкурку но как вы видите не совсем ровно и действительно не так просто я максимально старался не поцарапать лак на доске поэтому получилось вот так вот не аккуратно но ничего страшного это нам не помешает кататься на фингерборде тем более кстати тут на этом фингере очень четко видно где тэйл где ноус смотрите видите тэйл меньше чем ноус вот это тэйл так откладываем мы этот мусор который у нас тут остался и значит сейчас мы настроим с вами траки они реально раскручены достаточно сильно мы сейчас подкрутим вот этой вот отверточкой затянем ну мне сойдет и так оле цепляет конечно хуже чем шкурка которая наждачная мне кажется надо к этому привыкнуть трешечка кикфлип ноль и кикфлип скажу вам что с подшипниками реально мне кажется круче кататься потому что они реально ну даст а едет доска прям едет это чувствуется тут она но тишь туго туго прям есть это это реально чувствуется и подшипники меня радуют так ну что вот такой вот finger skate или fingerboard как вам угодно кстати помните мой finger который я делаю из термоклея он до сих пор еще живой и мы сегодня на нем закатнемся тоже на новых фигурах вот если вы не видели это видео где я делаю этот фингерборд посмотрите его обязательно по ссылочке в описании давайте приступим к сборке нашей фигуры для фингерборда давайте пока нагревается наш термопистолет я вам расскажу как я сделал вот этот вот рейл вообще как его где его взял где купил и что как вообще произошло это я смотрел в интернете сколько стоит фигуры для фингерборда и очень сильно удивился потому что это офигеть какие большие цены на у нас на фигуры для фингерборда хотя по сути это просто маленькая фанерка которая в магазине стоит ну 100 рублей вы берете то и сами можете все сделать вот я решил сам тоже сделать купил ручку которая называется ручка скоба в леруа мерлен за 130 рублей вот она вот она из металла она достаточно тяжелая и чтобы она не скользила чтобы она не падала я взял и из арголита вот из такого картона картона с опилками что ли не знаю как назвать этот материал еще по-другому в общем я из него вырезал такие вот ножки для рейла и приклеил их на вот такой вот супер клей и еще добавил сюда термоклея который будет прочнее задержать получилось у нас вот такой вот рейл на котором можно кататься я вам покажу как на нем можно кататься круто и он мне кажется ничем не хуже чем рейл который будет продаваться в интернете за 700 рублей вот сколько я на это потратил на это я потратил 150 рублей в общем и так давайте я вам расскажу как мы будем делать сегодня грань я купил доску за 60 рублей длинную у меня еще кстати осталось вырезал 40 сантиметров отрезал 40 сантиметров доски вдвойне то есть ну два куска потому что одного нам будет недостаточно то есть но получится низкий не низкая грань и будет не так круто я хочу сделать высокую грань поэтому я их сейчас просто склею друг с другом и получится высокий гробик высокая грань и по бокам наклею просто грани это профиль самый наверно маленький я тоже купил в леруа мерлени по моему за 50 или за 30 или что что-то в районе 50 рублей он стоил это вообще очень дешево он был очень длинный у меня еще и осталось тоже и того у нас получится гробик грань которая стоит в интернете на фигуры для фингерборда такая стоит по моему от 500 рублей и выше я потратил на это в общей сложности но где-то 130 рублей 130 рублей плюс 150 две фигуры 280 рублей это очень дешево я думаю все могут себе это позволить сами сделать finger park потому что я считаю что у всех руки растут откуда надо и каждый может сделать все что угодно главное захотеть итак давайте мы приступим непосредственно к склейке этого все-таки этой фигуры смотрите в итоге у нас получилась вот такая вот фигура так такой гробик такая грань и у нас есть еще рейл мы можем кстати рейл ставить вот так вот скаты и делать отсюда что-нибудь по нему вниз вот давайте закатнем сначала на рейли на рейли на перилки а потом на гробики давайте сначала затестим его на нашем старом фингерборде сделаем лип слайд сделаем фифки смит фронтборд фибл тэйл слайд попробуем попробуем ноуз бланк и так и еще давайте оверклюки теперь берем новый фингерборд и кстати строки скользят лучше они тут даже по ходу пошире браке раки прям вообще скользят очень круто нет фибл лип слайд фонборд тэл слайд доска скользит круче чем то у той либо лак стёрся либо просто новые стали делать еще круче которые могут скользить по всем поверхностям так чё бы еще попробовать давайте крюкать бэксмит вес бэксмит и бэкли да крутое ощущение когда параллу катаешься конечно на фингере вообще траки не стерлись все хорошо давайте попробуем сделать кикфлип на фронтборд кикфлип на фифти но ладно конечно рандом я хотел на фронтборд но давайте все таки сделаем на фронтборд yes кикфлип на фронтборд сделан давайте теперь затестим наш фингерборд из термоклея на этом реле на этой перилке траки у нас напоминаю тут от фингерборда из гламарта они пластиковые поэтому должны скользить очень хорошо по такой перилки фифти скользят шикарно так смит шкурка цепляет хорошо и доска скользит тоже хорошо фингерборд реально крутой как оказалось так ну что давайте отложим в сторонку наш рел и перейдем к нашему гробику к нашей граники давайте затестим нашу грань на нашем старом фингерборде сначала бэксайд фифти скользит круто старый фингерборд откладываем берем новый файло ноуз грайн так еще раз крюкет бэксайд лип слайд кикфлип на бэксайд лип слайд еще раз аккуратненько сошел до ощущения крутые реально я прямо сейчас чувствую себя каким-то профессиональным фингербордистом потому что очень круто очень круто скользить по такой граньки еще круче от того что ты сам ее сделал и она работает реально на ней можно кататься друзьями пробуйте делайте всего 140 рублей это я думаю что может позволить себе каждый это дешевле чем фингерборд сам кстати фингерборд купил я за 1000 рублей то есть вот такой новый фингерборд turbo с подшипниками если поискать то можете найти за 1000 рублей давайте все-таки попробуем наш рейл скат мы разгонимся и сделаем коим трюк смит давайте попробуем сделать комбо фифти францайт на смит сделано борт слайд кстати не знаю на самом деле могут ли тут сломаться подшипники как на настоящем скейтборде но надеюсь они тут не будут ломаться очень интересно что внутри них такие же маленькие шарики как на настоящих подшипниках или нет ну я думаю что как-нибудь я это проверю ну что друзья давайте подведем итоги сегодняшнего нашего видео о фингербордах и о фигурах и так значит первое фингерборд turbo лично мое мнение очень крутой мне он понравился новые модели крутые если сравнивать их со старыми они круче чем старый и шкурка мне нравится тоже больше чем все-таки наждак старый потому что покатавшись на эти шкурки я понял что она действительно крутая и удобная она мягкая и приятно еще вот вывод поводу фигур вы можете сами сделать фигуры какие захотите если конечно же вы этого захотите если вам не лень это делать вот мне было не лень сделать я решил попробовать решил потратить 150 рублей нежели тратить 700 рублей за вот одну такую фигуру вот а выглядит она почти точно так же это еще я мог ее покрыть лаком там и пошкурить и что не такое она бы выглядела точно так же как покупная вот но меня к примеру такая вот устраивает мне она понравилась я буду на ней кататься и также рейл рейл тоже вы можете сделать сами потом его куда-нибудь ставить скат либо еще куда-то в общем все можно в принципе сделать самим потому что это не такое это что это не такие объемные фигуры как в настоящем скейтбординге их можно сделать реально сами если вам понравилось это видео про фингерборды ставьте лайк этому видео подписывайтесь на этот канал жмите колокольчик не пропустить мои новые следующие видео и друзья скоро мы с вами снова увидимся в моих следующих новых видео а еще друзья если вы делали когда-нибудь такие фигуры для фингерборда сами напишите об этом в комментарии мне очень будет интересно узнать что это за фигуры и как вы их сделали а